Всех приветствую на своем канале, а также на вводной части курса по трехмерной графике на C++ OpenGL. В этой части я расскажу, как использовать OpenGL совместно с WinAPI и какие инструменты для этого понадобятся. Несмотря на то, что уже было выпущено очень много видео по работе с графикой на OpenGL, информации об использовании OpenGL совместно с WinAPI я нашел крайне мало. Наверняка многие спросят меня, почему бы не использовать SFML или похожие библиотеки. Если мы захотим использовать функционал WinAPI в нашем оконном приложении, то сделать это в одном окне со сторонними библиотеками не получится. Здесь нам и понадобится OpenGL, а именно открытая альтернатива FreeGlut. Хотя многие пишут, что FreeGlut уже устарел, для вывода несложной 3D графики FreeGlut отлично подойдет. Размеры скомпилированных программ будут составлять килобайты, а о производительности даже не придется задумываться. OpenGL отрисовывает кадр мгновенно. Для примера на основе FreeGlut я написал простенькую программу для 3D моделирования. Для установки FreeGlut нужно скопировать хейдер файл в папку GL и скопировать FreeGlut.lib файл в каталог проекта. Подробнее об установке можно почитать в описании проекта в моем GitHub. Скачав и запустив проект, в окне будет выведен оранжевый треугольник. Размеры и расположение виджета отрисовки можно менять в SoftwareMain Header файле. Теперь рассмотрим реализацию. В целом это обычная реализация окна на WinAPI, но с дополнительными настройками. Сначала происходит регистрация класса основного окна, затем создаем RenderContext, это то, где будет отрисовывать OpenGL. Обратите внимание, что область сдается обычным static виджетом, поэтому размер можно будет поменять с помощью знакомых функций WinAPI. Затем происходит настройка формата, в частности типа пикселя и глубины цвета. После создания идет установка текущей области и обновление окна. Теперь, когда все области заданы, можно приступить к настройкам рендера. Для настройки камеры вызовем GL Matrix Mode, GL Projection и GL Load Identity. Чтобы установить перспективную камеру, мы будем использовать Glue Perspective. Если вы хотите использовать ортогональную камеру, то используем Glue Ortho 2D. Теперь начнем работать со сцены. Для этого вызовем GL Matrix Mode, GL Model View. Включим тест глубины и Backface Scaling, используя GL Enable. Если нужно выключить какой-то параметр, то используем GL Disable. Если вы еще никогда не работали с 3D графикой, то стоит знать, как происходит отрисовка поверхности. Поверхность имеет лицевую и заднюю стороны. Лицевая сторона – это сторона, из которой выходит нормаль к плоскости. При использовании Backface Scaling задняя сторона не отрисовывается, поэтому важно правильно задавать плоскость. Как и во многих программах, в OpenGL по умолчанию плоскость задается против часовой стрелки. Теперь мы можем приступить к отрисовке кадра. В самом начале очищаем кадр и начинаем работать со сцены. С помощью Glue Look Add устанавливаем положение камеры, точку, куда смотрит камера и вектор направления вверх. В моем случае ось Y будет направлена вверх, поэтому я выставлю ее единицу, а все остальные – ноль. Осталось лишь нарисовать то, что мы хотим. Чтобы сообщить о начале отрисовки, используем GL Begin. В аргументе нужно указать, что именно будут из себя представлять данные. В моем случае это вершины треугольников. С помощью GL Color 3 можно задать цвет в формате RGB. С помощью GL Vertex 3 сдаем координаты каждой вершины. Обязательно нужно указывать конец отрисовки с помощью GL End. При вызове отрисовки количество вершин обязательно должно быть кратным рисуемой фигурой. Так, например, для GL Triangles количество вызовов в GL Vertex 3 должно быть кратным 3, для GL Lines кратным 2 и для GL Quad 4. Вызовов отрисовки может быть сколько угодно. Цвета для разных вершин можно также задавать разные, тогда OpenGL нарисует градиентную фигуру. Главное в самом конце не забыть отрисовать кадр с помощью GL Flash. Скорее всего данное решение покажет себя очень громоздким. Поэтому для простого использования 3D графики я написал свои библиотеки для геометрии и рендера. О них я расскажу в следующих видео. Надеюсь это видео было тебе полезным. Сдавай вопросы в комментариях. И если тебе понравилось это видео, подписывайся на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!